Порадовало, что бодибилдинг стал в начале второго акта соревнований, а не в конце, как обычно, в 11 часов вечера. Это порадовало сразу же, а во-вторых, я рассчитывал свою категорию, по вчерашнему взвешиванию, я понял, что свою категорию я выиграл, 100 кг. А абсолютка, ну, тут уже, конечно, это подарок судьбы, я не знаю. Причем подарок, ты же выиграл чемпионат Москва? Ну, там не было тех спортсменов, которые сейчас у тебя в Москве были, особенно тех, кто выступал свыше 100 кг. Там был Варинов, Макеев, Сидорычев, такие сильные спортсмены, и кто из них бы выиграл свыше 100, с тем пришлось бы в салютке встретиться. А ты узнал, что выиграл Макеев? Нет, Андрей изменился с области, намного лучше стал, поэтому тоже было трудно. Ну, ты говоришь, что по взвешиванию было видно, что ты, в принципе, с большой вероятностью выигрываешь категорию. А как ты там, краем глазами спеваешь? Ну, я, нет, на самом деле, видео просто посмотрел, там, снимали, и посмотрел видео просто так. Все-таки я разбираюсь в бодибилдинге. Ну, я просто как бы был не то, что там большой какой-то, посуше просто, и все. Более подготовленный к данному турниру, чем, может быть, другие спортсмены. Ну, парень из Белоруссии, хороший спортсмен, просто недоведенный. А так, если бы он подсушился, в принципе, он составил конкуренцию. Денис вот тоже, он выступал раньше, по-моему, в классиках. Ой, сейчас, Маляев, вот, Денис тоже. Я там смотрел его фотографии, достойный спортсмен тоже. Думал, что-нибудь придется побороться, как бы. В первом раунде соревнований ты выходил на коридор, дышал глубоко. Это было тяжеловато для него, нет? Ну, тяжеловато, душно. Очень душно, на самом деле, за сценой. И еще некоторые пользуются маслом разогревающим, таким, с перцем. Оно прямо... И у меня еще чуть-чуть простуда есть, еще такой кашель. Из-за чего-то наложилось, такая отдышка получилась. Аллергическая такая отдышка. Все, как бы, замечают, что у тебя отличная талия. Как ты умудряешь тебя сохранить? Ну, я просто не делаю некоторые упражнения. Во-первых, питание. Я не ем большими порциями. Это самое главное. На протяжении уже мне 39 лет. Я, смотрим, ем маленькие порции. Довольно-таки так часто. Никогда не ем большими порциями. Ну, и некоторые упражнения такие не делаю, которые сильно талию увеличивают. Какие? Ну, я, например, становить тягу классическую не делаю. Я делаю на прямых ногах, а там веса, соответственно, поменьше. И делаю в конце тренировки, когда уже... Ну, там бедра истощены, там бицебедра. Поэтому там тоже веса довольно-таки небольшие. Потому что я все-таки думаю, что если делать это первое упражнение, веса будут большие достаточно. И, значит, мышцы косые работают сильно. Ну, естественно, мне кажется, будет увеличивать стали. Конечно, объем придаст общий. Ну, я не собираюсь выступать, если уж даже там дальше в категории больше ста килограмм. В принципе, у меня нет такой задачи. Я понял, что для меня в категории 100 килограмм, это моя категория, потому что в межсезонье набирая 118 килограмм, там, да, где-то. И то я себя чувствую тяжеловато. То есть, чтобы выступать свыше стоит, надо набирать 125 килограмм, 126 там где-то, да, примерно. Чтобы там выходить хотя бы 108 килограмм. Ну, и я дискомфортно чувствую в межсезонье сегодня. И ты говоришь, что ты набрал 118 килограмм за какой период? Я все время примерно так набираю. В этом году... А, сушиться. Вот в этом году я набрал 118 килограмм. Даже обычно меньше, чем как обычно. Обычно там 120-122. Но все дело в том, что я набрал эти 118 килограмм фактически на правильном таком питании и качественно довольно-таки. У меня жира не было особо сильно. Поэтому так сильно прям сушиться... Я плавно вошел в диету, потому что, в принципе, я соблюдал диету при подготовке вот весь сезон. Просто убрал там, ну, чуть-чуть, может быть, сладкого там ел. Ну, совсем очень мало там. Чуть-чуть, может, какой хлебобулочных изделий. Но тоже, опять же таки, мало. То есть, раньше я пытался вес набрать лишь бы как. То есть, ел все подряд запихивал, чтобы только на весах прибавлялся килограмм. И потом, когда начинаешь избавляться от жира, очень много мышц теряешь. То есть, все смотрят в межсезонье тебя, это громадный ходишь. Такой вообще нереальный. А потом почему-то выступаешь в 100 килограммах. Все удивляются. Ну, потому что ты начинаешь тушиться. И вместе с этим, чтобы избавиться от этого лишнего жира, очень много мяса уходит. А если меньше сезонье ты набираешь мало жира, то и, соответственно, мясо больше остается. Потому что сушка более такая плавная происходит. Не надо экстремальничать. Вот. В принципе, я углеводы по 100 грамм так и ел. Вчера 100-150, позавчера 100-150 грамм. По этому поводу очень многих интересует вопрос, кто собирается выступать, либо у кого еще маленький опыт. Как проходит твоя последняя неделя перед соревнованиями? Я ничего не меняю, фактически, в питании. То есть, я ем по 100 грамм углеводов. Так же. А что, последние два дня? Последние. Я без углеводку вообще не использую. Я пробовал. Очень сильно мышцы сыпаться начинают. То есть, без углеводку никогда не пробовал. То есть, я ее пробовал и понял, что это не мое. Это упадок сил, упадок мышцы. Потом я пробовал как бы загружаться после углеводки. Без углеводки я как от ноги делал. Мне обратно никакого процесса нет в организме вообще. То есть, в принципе, вот я так знаю уже, сколько я выступаю. Если я сегодня сейчас пойду наемся, то я прибавлю всего один килограмм. А съем может быть 3-4 килограмма еды там какой-то непонятной. То есть, у меня нет такого отека, нет такого набора потом. Как некоторых людей после соревнований узнать на следующий день невозможно. Ну, я знаю, там посоревновались ребята. На следующий день там все в Макдональд, там куда-то едут. На следующий день там встречаешь их после чемпионата России. Там смотришь и на 5-6 килограмм больше такие лица. У меня как бы такого нет. Ну, видимо, так и структура организма такая. Какая вот у тебя философия? Какое отношение к типому спорту для тебя это что? Это как бы опыт, от которого нельзя уже отказаться. Это стиль жизни, это спорт или это обучение вообще? Ну, сперва было и просто интересно. Соревнования тоже какие-то. Чего-то кому-то себе доказать, кому-то что-то доказать, да. А сейчас это уже больше доказать, что ты уже там повыиграл. Когда там какие-то чемпионаты такие в Москву, там, да, там, область, там, в России какие-то места призовые занимал. Уже просто соревнования не стимулируют дальнейшие тренировки. То есть ты когда готовишься к чемпионату какому-то либо, ты этот год тренируешься намного эффективней, тщательней, соблюдаешь все процессы тренировочные. То есть легче. Если тренироваться так для себя, уже, вот мне так, да, то, честно сказать, так лениво. Можно пропустить что-то, можно что-то это. Когда все-таки готовишься к соревнованиям, мы относимся более ответственно. Тренировки не пропускаешь никогда, то есть план тренировок какой-то сохраняешь. Но бывают дни, когда ты говоришь себе, все, крайко на меня надоело, это какие-то причины. Все, это последнее. Бывает, особенно когда проигрываешь. В основном, если что-то. Если особенно считать, что ты несправедливо проиграл. И ладно бы ты еще проиграл несправедливо, ты так сам это все внутри себя. А когда ты еще выходишь, ведь там куча народу за сценой тебе говорят, да ты должен был первый быть. Ты думаешь, может я ошибся, может быть. Это мне так кажется, я сам себя любимого переоценил. Но когда еще там 25-30 человек это все тоже тебе говорит, ты думаешь, ну, наверное, все-таки меня засудили. Вот это, и уже становится обидно тогда по-настоящему. Этот сезон весенний где у тебя продолжается? Ну, завтра в Рязань планирую поехать. Потом в Ижевск зовут, может быть, тоже поеду. Потом чемпионат России. Там дальше посмотрим. Ну, там будет 9 мая турнир приурочных Днев Победы. Тоже хотелось бы выступить. А ты помнишь свои титулы на данный момент, которые ты имеешь? Ну, Москву там я как бы выиграл свою категорию несколько раз. Три, по-моему, четыре. Вот первый раз абсолютку выиграл. На области абсолютку уже тоже выиграл несколько раз. Ну, естественно, свою категорию. В регионах там абсолютки выиграл я уже не помню сколько раз. А Россия? А Россию все время три раза третье место. И вот один раз тут считай, что меня засудили. А.